Тверской области активно готовятся к самому важному событию года — выборам президента Российской Федерации. Сотрудники участковых избирательных комиссий начнут по квартирный обход избирателей, чтобы проинформировать о голосовании и актуализировать данные граждан. Как будет проходить обход избирателей, рассказывает Наталья Чекет. По квартирный обход начнется в феврале и продолжится в марте. Его главная цель — дойти до каждого избирателя и максимально проинформировать граждан о предстоящих выборах. На территории Тверской области проводить обход избирателей будут 3802 члена участковых избиркомов. При его проведении специалисты будут использовать приложение «ИнформУИК». Данный проект реализуется в том числе с применением специального программного обеспечения, с которым наши члены комиссии будут приходить к нашим избирателям, будут задавать определенные вопросы. И в то же время доносить самую полную и объективную информацию о ходе избирательной кампании, о кандидатах, которые у нас выдвинули, о том, как можно проголосовать. Члены комиссии, которые придут в каждый дом, будут экипированы в узнаваемые накидки с официальной символикой избирательной кампании. При себе у них будет специальный бейдж и удостоверение члена избирательной комиссии. Они оставят в каждой квартире, в каждом доме информационные материалы. Это будет лифлет, который будет рассказывать о том, как подать заявление о голосовании вне помещения, как можно воспользоваться мобильным избирателем, если вдруг вы будете уезжать. Это будет материал о всех зарегистрированных на тот момент кандидатах, которые участвуют в выборах. И это будет, мы планируем, конечно же, приглашение с указанием, где располагается избирательный участок, каков режим его работы. К слову, Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента Российской Федерации. 11 человек вошли в список возможных кандидатов на выборах главы государства. Трое из них уже прошли этап регистрации. Остальные кандидаты, как выдвинутые от политических партий, которые не парламентские, и которым требуется в поддержку своего выдвижения представить подписи избирателей, выдвинутым от партий 100 тысяч подписей. И есть у нас кандидаты самого движенца. Им требуется собрать и представить Центральную избирательную комиссию 300 тысяч подписей. Представление документов на регистрацию завершается 31 января. А сейчас идет активный процесс сбора подписей. Напомним, что выбирать президента страна будет 15, 16 и 17 марта 2024 года.